всем привет ребят ну что настало время поговорить наверное о эре драконов с чего началась и чем закончилась что на сегодня и сегодня как вы поняли у нас будет прокачка и обзор одного из первых драконов с чего с которого как бы началась линейка драконов битве замков это будет просто обычный вот дракон разберем актуален ли он на сегодня и прокачаем его на 12 скилл и конечно сравним с огнекрылым с последним из драконов хотя вы думаю так понимаете что это бессмысленно но многие просили сделать обзор на дракона какой он где его использовать и что будет на двенадцатом скиле по атаке как видите он очень хорош 10700 если сравнивать там минотавр 8 сед надо даже новые герои сура у него десятка стоит всего лишь давайте сюда вместо хранителя сейчас поставим вот даже у огнекрыла на максималке стоит всего лишь 9200 то есть это максимальный потолок что с него можно выжить по жизни как видите намного хуже один из первых драконов 190 тысяч всего у меня рунами на нем практически также собрано поэтому не все так хорошо не все так принципе плохо частота атаки у него небольшая скорость движения тоже невысокая скин его честно говоря вообще не нравится он стал намного меньше сейчас вам покажу его вот так вот скине да вот такой вон маленький летает но в принципе не очень маленький ну не особо не особо интересный сейчас мы зайдем поставим предыдущую версию героев сам по себе донатный но его можно получить и без доната вот предыдущий дракон как видите тоже ну с одной стороны он как-то смотрится немножко рагульно но в свое время он реально был кайфовый вышел его скин который там добавил сейчас использовать добавляет он так у нас рублик идет 10000 жизни всего лишь то есть все больше ничего остальное это все уже прокачка идет улучшение мне еще надо на восьмерку девятку и десятку еще надо порядка 150 осколков собрать так ну идем умению расскажу что да как на десятке совершает триста тридцать процентов от урона атаку которая снижает атаку скорость атаки скорость движения цели то есть снижает атаку движение и скорость движения точнее скорость атаки на 90 процентов каждые шесть секунд колдаун 6 секунд то есть если он давайте вам покажу его сейчас найдем кого-то рядом чтобы он дмухнул на него сразу или пачку героев если получится конечно сейчас издали выпустим он дальник сам по себе но часто нам его просто уберут у нас этого сделать не получится давайте пойдем сделаем это где-то на подземках так жестокая где-то тут сейчас почудим то есть по сути он очень хорош был в свое время на босса в принципе он и сейчас хороший он у вас замедляет на 90 процентов то есть не на 50 на 90 это самое насколько я помню большое замедление в игре на сегодня которая есть единственное ну он не такой уже крутой как был свое время раньше его использовали еще до выхода арктики у меня он появился был очень крутой мечтал потом арктика появилась я за 20 где-то паков получил артику потом еще одну с того момента я как бы начал так в основном заниматься приблизительно видосами ютубом дракон как бы немножко отошел по сравнению с артикой на сегодня арк ну вот этот дракон у меня просто валяется в алтаре я его честно говоря не использую от него польза есть можно его использовать вот это на боссах замедлять там архидемоны еще что-то то есть он понижает энергию до в пвп там в локациях всем остальном от него уже сожалению на сегодня толку нет и я думаю что не будет сейчас мы его прокачаем на 12 скилл посмотрим какое изменение у него будет но честно скажу не особо не особо он будет радовать но мне в любом случае его надо качать потому что у меня от этого зависит сила так идем сюда получить как хорошо когда ресурсов хватает так можно за карту принципе не тратит без разницы что так что так давайте за эти за камешки карты пусть себе будут мало ли сделают сороковую эволюцию придется копить карты все может быть все вот уровень навыка плюс один так давайте дальше не будем трогать посмотрим что на нем изменилось вот 11 скилл у него появился вот герой получает на 25 процентов меньше урона это уже плюс также восстанавливая здоровье в размере 600 процентов от атаки казалось бы неплохо я вам сейчас завтыкал покажу сборочку вот у меня есть один с огненной защитой давайте его сейчас потестим чтобы он не урон наносил именно побольше было понижение топорик стоит безмодный выход выстрел плюс одна клетка то есть он раньше будет у вас срабатывать но у меня сюда можно разнообразные ставить но честно говоря этот поставил потому что как бы это самый лучший вариант плюс одна клетка дальность срабатывания то есть все остальное там атаку поставить можно принципе но он особо его все равно использовать не будете тратить на у него какой-то топовую чару я бы не советовал по созвездиям он так собран то есть creed 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 сопротивление жизнь я тоже не заморачивался потому что я его не использую практически так ну плюс 25 процентов гдафа у нас появилась сейчас мы проверим как он будет и плюс от хилл у нас еще неоживший ну давайте где-то его вдали кинем заодно и посмотрим пока его сейчас туда там чпокнет ну я вам скажу он стоит сейчас в топоре и его не просто так сливают смотрите сейчас мы его поставим еще с топора уберем можно конечно с каменкой прокачать но тоже есть я думаю у вас есть кому ставить каменку или новый талантик так давайте поставим вот так очень интересно посмотреть сколько же он будет хилить но урон как видите неплохой забор почти сносит так анубис подошел купидон да не для этой ары он для той базашки которая была пару лет назад водика 34 тогда он тащил сейчас как видите вот забрали у него энергию наконец-то обраточка идет этим как видите все равно держится конечно немножко лучше но а толку толку от этого никакого так вот он от хилл я не увидел там 200 чем-то по моему тысяч вы потом на повтор очки посмотрите напишите в коме ты сколько там был от хилл а может и все-таки ангел от хилил то скорее всего наверное было и так хилл ангела так было бы интересно сейчас выпустить так его чтобы он ударил и сработало его умение и его ударили так пробуем я не успели мы к сожалению это надо на одиночной цели сейчас мы поищем кого-то и опять же ремку убирать сейчас поищем другом топе так ну давайте поставим сюда вот так вот психо щит пусть стоит поехали давайте другой топ найдем 10000 может там какие-то герои будет у кого-то так ну вот есть малышник есть сейчас проверим главное чтобы стрелка не было и тут урона намного не наносит сложно надо найти без стрелка и чтобы герой был и чтобы его били общем и все так все так просто так смотрим так тут разброс у кого-то еще стоит ну 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 включись надо мое еще брать с собой я думаю там не особо будет большой от хиллу все равно вас не спасет с таким кулдауном 6 секунд но герой когда-то был очень интересным так ну-ка тут посмотрим может фрея будет считать час или башни хотя бы бить у нас тут ангел хороший вот так вот он поджигает поджигает солидно так вот фрея подбежала тут по нему сейчас непонятно в общем не знаю не буду заморачиваться честно говоря над этим поехали качаем ему максималку посмотрим что будет на максималке это интересный когда-то был герой на на сегодня к сожалению он не особо актуален как и наверно половина алтаря у нас потому что можно иметь в основе пару героев которые будут просто все тащить так ну вот сороковочка вот так его статы прибавка по идее сейчас должен быть и дома хорошие у него и все остальное уже бонусом мы набрали практически столько же почти 20 к так это мне посмотрел сейчас посмотрим так стрелок до стрелок зарядиться но урон посмотрите урон еще плюс этот держит держит и довольно таки неплохо держит так тут уже у меня все начали бить так на двенадцатом 400 процентов 90 на 40 меньше урона и накладки здоровья в районе 900 процентов от атаки ну это должно быть прилично сто процентов двадцатка 900 считайте 9 раз больше 200000 он должен себе давать отхил как минимум но и плюс у него понижение урона именно такое напротив стрелка смотрите плюс еще хранитель на нем танчить даже можно не полностью танчить конечно держится держится он вспомнил но вы держитесь вот точно самый здесь ну такое себе ребят давайте поставлю обратно ремку им еще за тестим с ремкой особо применение я же говорю у него уже к сожалению нет на начальных аккаунтах он будет еще там помогать раньше с ними волны проходили он был крутой на сегодня уже к сожалению именно этого дракона уже прошла сейчас ара другого 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 еще с вами его покажу так смотрим с ремочкой урон вот что радует то что урон еще конечно держит медалька плюс этот лантик сейчас у нас будет сравнение теперь мы просто выпускаем другого дракона даже он там не полностью собраны и вы видите разницу насколько битва замков эволюционировала и насколько большая разница между первым драконом и тем что есть сейчас все ну что я могу вам сказать специально еще лубов чтобы сказать что это имба это действительно ребята самый крутой герой на сегодня что есть даже фрая по сравнению с ним просто отдыхает все ну достаточно только включится и все ваши герои 6 штук просто на таблетки вылетают как бы ни было это печально ну это так давайте возле афины выбросим ну один зал афины нет он себя восстанавливает полностью единственное надо ему конечно дожить похерили ему урон не врун точнее отхил но сравнение поста то можете посмотреть по умению думаю вы тоже уже посмотрели обзор на 12 снимает положительные эффекты наносит урон трем бьет вдали повышает получаемый урон на 50 процентов имеет иммунитет страху снижающим энергию и оглушению во время формы получает не более 10 тысяч урона восстанавливает себя полностью и при этом еще и парализует на 3 секунды и ваших героев ничего не могут сделать урон 1920 процентов от атаки то есть видите да разница вот дракон до и дракон после просто жесть я не знаю что будет через пять лет или будет этот проект вообще или мы будем в другом проекте играть но на сегодня это просто ребята вот так вот все происходит вы себе стоите разгоняетесь там на фрея вражеской и сливаете полностью все героев единственное кто может ему еще противостоять это фрея если она конечно же выживет от такой бомбардировки он ее конечно заряжает ну вот смотрите что делается все тот дракон как вы видели просто этого сделать не может ну это такая вот у нас игра такие у нас развития я вам показал героя на максималке дракона и показал сравнение уже с новым героем с новым драконом последним что сказать ностальгия до на был их временах когда этого всего не было и было интересно сейчас тоже интересно но уже не настолько уже наверно более печально все думаю на этом закончим пишите коменты подписывайтесь обязательно участвуйте в конкурсе на некраса ссылочка в описании как обычно ставьте лайки колокольчик все дела всем пока 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 пока